Мы хотим вам представить довольно редко исполняемое произведение Баха, а именно «Прелюдию и фугетту ми минор», которое входит в сборник маленьких прелюдий и фуг. Маленькие прелюдии Бахом писались для начинающих клавесинистов, клаверистов, и к этому же сборнику были прибавлены несколько фуг. Небольшой фуг и прелюдий с фугами. Так вот, наиболее популярная из них двуголосная фуга... Она играется очень часто. Играются две домажорные фуги. Играются ля минорные «Прелюдию и фуга». А вот почему-то две «Прелюдию и фугетты ре минор и ми минор» очень интересные по музыке, играются учащимися гораздо реже. Скорее, они играются уже взрослыми музыкантами, потому что представляют собой очень большую художественную ценность. Я думаю, что начинающие их играют реже просто в силу их большей сложности. И особенно вот эта ми минорная «Прелюдию и фугетты», хоть и не очень трудная, но достаточно развернутая и требующая уже определенного уровня исполнительского. Но я, например, могу привести пример как исполнителя этой «Прелюдию и фугетты» великого исполнителя Баха Глена Гульда. Он счел для себя интересным сыграть такое произведение. Вот я вам представляю Павлика Верхотурова, которому 13 лет. Вот он играет эту «Прелюдию и фугетту». Ну, давай, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мы тоже поговорим о «Прелюдии», а потом поиграем в фугу. А потом ведь все сыграешь сначала до конца. Вот эта «Прелюдия» – это действительно такая преамбула к фуге типичная. Надо сказать, что по стилю своему она, в общем-то, соотносится с некоторыми маленькими прелюдиями. Например, предположим, до мажорной прелюдии, где сочетаются как бы два, что ли, два образа музыкальных. И так же и со многими певучими такими прелюдиями маленькими. Вполне. Вместе с тем у этих прелюдий немножко такой органный характер. Так себе и представляешь. Вот и потом начинается… Как бы весь оркестр, весь орган и потом клавесин. Вот сыграй так. Немножко больше два здесь образа каких-то. Более наполненное органное такое звучание. И потом двуголосие очень прозрачное. Ну-ка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вот здесь у тебя получается сбой. В общем-то, это такая фантазия. Вот здесь фантазийный момент. На непрерывном движении восьмушек длительности сначала шестнадцатые, потом становятся тридцать вторые. И это очень оживляет эту музыку, делает ее более фантазийной, более свободной. Но когда здесь... Это свободнее надо сыграть, недаром здесь нет. Нет, он продолжается. Здесь даже наоборот. Это галочельная партия, которая сюда. Ну-ка, стоп. Я тебе сказала стоп, чтобы ты включился в это движение. Почему я тебе наигрываю опорные восьмушки? Потому что они держат это движение. А у тебя ты начинаешь сразу играть очень облегченно. Ну-ка, еще раз отсюда. Нет. Ну. Ну, как так случилось. Субтитры сделал DimaTorzok. Свободно. Это прелюдия подготавливает к тому, что тихо вступает тема фоги. Так вот, здесь движение, я бы сказала, маэстоза. То есть такое величественное движение. Надо больше дирижировать этой музыкой. А когда вступают 32-е, то дирижируют восьмушки. Правда? А это довольно так свободно и виртуозно играется. Вот это и хотелось бы. Вот в конце, когда две темы вместе... Не надо так громко играть нижний голос. Потому что регистр нижнего голоса сам по себе более густой. Сыграем вот сам ее колесо. Теперь фогу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот тут очень интересный контрапункт Который как бы перешел вот из этих быстрых нот Из прелюдии Сама тема очень длинная Главное, чтобы она продолжалась через паузы Чтобы она не закончилась И потом длинная Слышишь, какой длинный тема Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Ну, в общем, девять тактов Но фактически восемь тактов Там переход На фоне вот этой длинной темы Проходит очень много всяких Успевает пройти Много всякой музыки Разных контрапунктов И вдруг появляется вот этот Вдруг появляется такой контрапункт Вот этот быстрый контрапункт Что мне хочется сказать про эту фугу? Вот как раз здесь Очень слышно То, что на клавесине Так же, как и на органе Менялись регистры Можно было использовать Разные клавиатуры Мало того Один голос можно было играть На клавиатуре форте А другой на клавиатуре пьяно То есть мы все время здесь присутствуем Как бы в разных местах Понимаешь? И здесь это очень слышно Как бы вот Где-то там Вот все время надо Представлять себе целое пространство Можно себе представить Какой-то оркестр Где совершенно другие инструменты Но вообще на самом деле Здесь надо переходить Как бы с клавиатуры на клавиатур Мы слышим одновременно Вот тему И тут же какой-то маленький оркестрик Играет там где-то Понимаешь? Вот этого хочется Немножко побольше Чтобы ты еще больше В этом участвовал Ну-ка начни еще раз сначала Вот чтобы не было конца Чтобы не было конца В паузе еще больше музыки Куда дальше Как бы эта нота Внутренне продолжается Понимаешь? Ну-ка начни сначала Нет, тише Почти из ничего возникает тема Сядь хорошо Нет Вот ни малейшего намека На акцент Ты должен слышать Понимаешь? Паузу Да это темп Что ты шеей не держишь Это руками играется Слушай Нет Два Три Ты Замираешь А это почему? Как смачком Нет Ты очень громко играешь Продолжение А, да тебе Очень крещенно А почему так вот Легата Нет Совершенно нет Легата Рисуй Тише 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 То Тот Те Тише wie и 比 Паузу Мы не слышим, кто-то там на какой-то свирелье играет. Не надо так играть. Как будто на дудочке какой-то, на свирельке заполнил паузу. И, как будто на дудочке. Как будто на дудочке. Не надо так играть. Как будто на дудочке. Не надо так играть. здесь это уже звончик но подожди, ну последнее вступление куска тебе совершенно свободно мне придется все ноты подставлять все время подставлять ноты, пожалуйста это скорее фантазия фантазия и фуга такая где нужно иметь много фантазий чтобы как бы на фоне этой темы фуги сочинять все время какие-то новые фигуры какие-то новые узоры очень интересная фуга ну хорошо, спасибо большое у меня безусловно у меня будет где-то Продолжение следует...